сегодня будем ставить панель я покажу как как видите вот на стене были поклеены обои вот они чтобы поклеить панель на жидкие гвозди обои необходимо сначала удалить мы очищаем стену до штукатурки и смотрим какая она здесь краска по штукатурке она плотная она грунтованная грунтована под обои и как минимум грунтована обоиным клеем поэтому сюда жидкие гвозди она нормально панель 60 на 240 панели бывают разные это панель тонкий ламинированный разный вид уголков мы будем использовать вот такой высота его равна высоте панели и вот у меня такой профиль давайте посмотрим как у нас будет выглядеть вот мы ставим панель она немного не доходит до шкафчиков снизу у нас будет принцип и у нас есть запас 20 миллиметров так как что у нас не доходит здесь вот 8 миллиметров и там примерно 5 значит мы просто используем подкладки это обычный двп толщиной 3 миллиметра и он и ставим сюда подкладки сначала для примерки если нам не хватает мы просто расщепляем двп и получаем меньшую толщину например миллиметр когда мы будем клеить мы просто намажем заднюю поверхность жидкими гвоздями вот например быстрый монтажный клей намажем заднюю поверхность жидкими гвоздями и вот так прислоним здесь можно ставить на подпорках пока не застынет здесь у нас появляется зазор определенный если мы зазор не будем исправлять или нет главную столешницу так ну можно вырвать столешницы и в этом случае мы его будем исправлять ну допустим мы его не будем исправлять мы просто ставим лентус здесь еще будет и отлично перекрывает все эти зазоры ничего не видно вот вы видите что риск у нас обрывается где-то посередине плит естественно хорошо будет продолжить рисунок потому что столешница у нас продолжается дальше столешница 3 метра а панель самой по себе 240 и вот эта часть стены у нас остается не закрыты мы берем вторую панель и отрезаем от нее точно так чтобы совпадал рисунок мой рисунок у нас совпадает и получается весьма красиво я думаю вы согласитесь наконец панели мы одеваем торцевую планку чем хороша торцевая планка это вот такая п-образная планка когда мы подклеим мы просто одеваем его так на торец если у вас при пелёжке образовались сколы или что-то еще она закрывает и придает законченный вид всей панели все панели примерили теперь начнем клеить пока приклеим вот эти два листа и затем отрезаем и приклеим лист сюда проводим длинную полосу примерно на 4 5 сантиметров от края теперь зигзагообразное состояние 10 20 сантиметров клеем задней поверхности африканский клей не вытекал и застывал скажем можно было пользоваться завтра мы сегодня если заходу а затыкаем шурупа просто кончик клей надевает быстро поэтому ставь влево уголок у нас стал нормальный теперь пока не проконтолировать затем мы будем делать часть сюда вентиляцию правый кусочек поставить зазор у нас маленький получился если мы подтягиваем распорками снизу вот у нас зазорчик какой на вплотную стоит к стене а снизу у нас распорки вот одна вот вторая вот вторая она все-таки под небольшим напряжением за счет распора поэтому желательно ее еще поприжимать допустим в середине по идее должен образоваться горд поэтому мы берем некоторое время контролируем ее прилипаем приклеим второй лист который мы поместим справа у него будет справа края торцевая планка стоит тоже у нее несколько капель смещаем клей ну и теперь опять же мажем саму панель естественно перед концом намазания не забываем расслабить этим очищем поршень иначе клей будет продолжать выдавливаться пока давление не выравнился снаружи и внутри поэтому сразу отпускаем поршень висит клей нанесен не мешкая ставим панельку двигаем если вы будете ее чуть-чуть сдвигать она будет скользить это будет хорошо клей лучше поверхности пристанет он сместится и если там он подсыхал скажем это сверху то подсыхать уже не будет приклеим еще одну панель там где будет вытяжка подкрепление вытяжки мы делаем два вылета обычный коробки должен быть вот так ничего нового не скажу точно так же промазываем плетными глазами и плетями здесь можно проклеить скотчем для того чтобы у нас как бы поверхность была одной и не было перепада проклеиваем и приставляем поверхность в одну плоскость иначе можно и обратно в работу сделать запиксировать плоскости с перепадом вот все можно поставить вытяжку вот все можно поставить вытяжку все и теперь мы путем на два дополнительных трубок все вытяжка сейчас приклеим панель вот с этой с левой стороны панель у нас немножко такая выгнутая поэтому сделаем небольшую распорку и придаем ее к стене вот теперь она хорошо приливает к стене все теперь ждем когда высохнет примерно часа через два клей уже почти схватится и можно снимать скотч распорку и прочие вещи можно подержать подольше наверняка монтируем плинтус у столешницы эта панель у меня пока сохнет поэтому здесь стоит распорка начинаем сейчас клеить вдоль вот этой длинной стены и начинаем клеить с угла мы даже его не клеим а будем монтировать нашу руку вот наш угол сюда ставим основу для углового элемента сейчас мы его прикрутим поставим сверху за руку и будем монтировать плинтус раскладываем по всей столешнице до углового элемента вот небольшой кусочек я срезал можно посмотреть сейчас представлю по месту и вы увидите как он монтируется он будет стоять вот так просто вынимаем вот эту часть и вплотную в угол вставляем и сверху например к столешнице прикручиваем шурупом основа будет закреплена тогда мы вставляем вот этот канал для нашей картинки сюда вставляется картинка она представляет из себя вот такую ленту просто вставляется вот в этот канал ну вот так она будет стоять вдоль всего плинтуса я думаю понятно приступаем к багажу разделяем наш плинтус на две части это нам потребуется потом начинаем так же слева вот в нашем случае от углового элемента очень удобно предварительно засверлиться в столешнице тогда крутить шурупу гораздо проще даже в зале у меня шурупы вот такие это 3х16 шурупы сверло 2 мм нет по всей длине это выглядит вот так остается нам поставить с этой стороны плинтус и также его оформить вот кухня приобретает уже какие-то более-менее законченные очертания не доставьте ту же смотри и забава в в и и и Продолжение следует...